Представители знака Зодиака Телец, Тельцы мои дорогие, здравствуйте! Второй расклад на неделю с 30 сентября по 6 октября. Давайте узнаем с вами, что же нам расскажут карты на эту неделю для вашего знака Зодиака. Конечно, будем при этом реалистами. Любой прогноз не передаст тонкости и нюансы вашей личной истории или того, что сейчас с вами вокруг вас происходит. Но допустить альтернативные варианты развития событий определенно стоит. Наша жизнь совсем непредсказуема, это правда. Первая карта, что важно знать? Или какие энергии с чем придется вам сталкиваться на этой неделе? Чего не избежать или неожиданности, мои дорогие Тельцы? Что вам может подмешать или каким энергиям сейчас не время? Что же вам будет помогать? Что вас будет радовать? Что вам будет в плюс? И по основным сферам жизни. Дела, работа, бизнес. Финансы, энергия, денег. В личной жизни что, мои дорогие? И достанем карту совет. Что же будет важно знать? Вы знаете, как в начале какого-то нового пути. Безусловно, у кого-то вопросы, связанные с детьми. Может быть, вы будете решать. Папа жопин, так ли? Может быть, у кого-то новое отношение, новое знакомство. Или какая-то, в принципе, перезагрузка, но вы уже имеете новый план. И вы где-то на начальном этапе. Вам придется пройти какой-то достаточно, ну, не короткий период, прежде чем вы разберетесь с каким-то вопросом. По этой карте мы готовы учиться. Может быть, вот обучение даже онлайн по какому-то узкому вопросу, потому что он нужен вам по работе. Или у кого-то может совпасть буквально с курсами какими-то. Или прохождением, приобретение каких-то навыков, когда вы тоже себя чувствуете новичком еще пока. Или обстановка, мои дорогие, вокруг вас непонятная. И тогда папа жопин, так ли? Мы предельно внимательны, потому что оттолкнуться как бы мы можем только от самих себя. Ну, еще вокруг много или тысячи каких-то, может быть, неопределенностей. Ваша позиция, она достаточно прочно, стабильная. Но принять во внимание, что какие-то прежние постулаты, принципы или то, как вы себе представляли, не работают. И вам придется какой-то алгоритм вашей жизни организовать или обустроить совершенно по-новому. Неожиданности. Ну, вот все то, что я перечислила, может создать некоторый выбор. Паркану влюбленные может быть личная история, все же история любви. Может быть, мои дорогие, для кого-то прежде сделаны выводы. И хоть по части работы, хоть по части личной жизни, это словно обнулились ваши планы. И вы теперь себя, как папа жопин, так ли, чувствуете в начале именно какой-то будущей истории. Может быть, был конкретный факт. И он был связан либо с новостью информации, или наоборот, с молчанием кого-либо. Может быть, и так. Но это уже новая стезя. И окончательный выбор вы, скорее всего, на этой неделе будете делать. Причем в сторону чего-то нового. Давайте посмотрим, что вам может помешать. Знаете, вам некоторым образом мешают выходить из стабильности. Но я не могу сказать, что обстановка вокруг вас спокойная. Не убыстряйте какой-то процесс как завершение. Не думайте, что какая-то история окончательно расстроилась. Или окончательно закончилась. Может быть, она и расстроилась, или что-то не получилось в прежнем ключе. Но впереди аркан влюбленная, да. И иногда, и планетарно, кстати, могут люди из прошлого нас посетить. Или те вопросы, когда мы были уверены, ну все, все завершилось. Мы уже все расставили по местам. А вдруг, возьми, откуда ни возьмись, появляется заново какой-то человек или какая-то история. И, в принципе, придется, может быть, продолжать. Тут может нам, знаете, как по судьбе вернуть тех учителей в нашей жизни, которые нас как раз и учат быть, ну, более прозорливыми, самих себя сохранять. И, правда, не время, словно искусственно что-то разрушать или резко говорить, нет. Может быть, и поскольку допустить, я чего-то не знаю, какую-то, ну вот, данность, которая сложилась, просто принять. Но без резких заявлений, без резких каких-то, знаете, когда мы что-то ломаем из того, что мы уже имеем, и на этих руинах пытаемся отстроить что-то новое. Да, новое, но не на руинах. Как-то так. Что вам помогает? У вас своеобразная перезагрузка карта-колесницы. Это как дорога к успеху и отталкивается прошлое от вас, мои дорогие тельцы. Но, наверное, сами не ускоряйте этот процесс. Позвольте всему тому, что положено в вашей жизни, произойти и завершиться. Но при этом помогает, когда вы смотрите вперед. И легче принимаете какие-то события. Они могли быть где-то деструктивными. Да, например, как и по отношениям, так и по внешним обстоятельствам. Меня смотрят люди из разных стран. Но если вас даже и подталкивают в ситуации, быстрее с чем-то определиться. Ну да, но этот выбор нужно делать все равно плавно. Понимать, что еще какой-то период из прошлого, он не закончился. Еще что-то может напоминать. Но планы строить определенно нужно. Если мы говорим, что помогает по аркану колесница, поездка. Или когда вы видите новые горизонты. Когда вы, ну вот, оставляете какую-то ситуацию, вот как есть, ну и ладно, пусть оно так и будет. Не пытаетесь там где-то сравнять все с землей, да, вот как по карте башня. Но и при этом не тормозите, а все равно идете вперед. Может быть, буквально кому-то из вас нужно съездить в определенную местность и разобраться с конкретным вопросом. Или рассматривать для себя, уже начать какие-то новые варианты. Начать рассматривать стоит. Но рушить, что еще осталось, как будто этому не время. Вот такая интересная позиция, по сути, позиция перехода. Как порог вы переступаете какой-то, ну такой своеобразный, аллегорически говоря. Дела работы бизнеса. Что у нас здесь? Паркана справедливость. Равновесие, баланс. Не должно быть конфликтов с законом. Ну и доверяем мы всему тому, что надежно. Или то, что согласуется с законом. Может быть, вам предложат подписать какой-то документ. Читайте документ. Не торопитесь подписывать. Узнайте по поводу, например, как работает конкретный пункт закона в отношении вас, если вы подпишете эту бумагу. Или что-то просчитываете наперед. Страхуйте себя, мои дорогие тельцы. Для вас это имеет значение. Может быть, и какой-то вопрос как раз к вам возвращается на этой неделе. И может-то и планетарно такое быть. То, что вы уже сами где-то похоронили. Успели забыть. Или с чем-то вы смирились, мои дорогие. Что нет, ну этого не будет в моей жизни. А здесь возьми вам что-то предложи. И для вас это как, ну, некоторая неожиданность. Такое может быть. И вот этот выбор. И тогда вы будете думать. Нужно мне этим заниматься. Или нет. Опять же, оттолкнитесь от закона. Не попадаете ли вы в какую-то ловушку. Потому что причина и следствие всегда идут по аркану справедливость. Как мы поступили прежде, к нам это возвращается. Пусть это в виде у кого-то может быть помощи. Пусть руками других людей. Но если мы где-то накосячили, тут ведь нам придется тоже с чем-то разбираться. Может быть и вопросы какие-то через суд. Или связанные с медиаторством. Но тогда заручитесь поддержкой юриста. Ну, вот, делайте все по справедливости. И будьте, безусловно, честны сами с собой. Держите глаза открытыми. Деньги. Тройка мечей. Повторение пройденного. Какая-то ошибка в вами могла быть создана прежде. Или вы ее не должны повторить теперь снова. По деньгам, может быть, были какие-то траты. И это ничем не закончилось положительным. Может быть, вы кому-то помогали. Или был какой-то режим многозадачности. Или какая-то прежняя подобная история. Именно с финансами. Она может у вас по какой-то причине быть повторена. Именно как ошибка. Давайте мы раскроем эту карту. Не совсем понятно. По аркану справедливость. Это вот с одной стороны. Вам что-то могут вернуть, кстати. То, что принадлежало именно вам. Дайте, что же по финансам для тельцов. Тут действительно вам какое-то предложение. Причем может выглядеть все очень красиво, заманчиво. Как тебе прямо телец только туда и идти. И хочется этого драйва. Вас могут, знаете, как словно что-то предложить. И оно выглядит и с продолжением. И вроде бы какой-то план, проект. Может, это по работе. Когда хочется этим заниматься. Но, тем не менее, рыцарь жезлов говорит, ты будь готов к неожиданностям. А тройка мечей не повтори ошибку. Сохраняйте самих себя. Я так вижу, деньги у вас есть. И деньги будут. Но вам придется либо... Ну, для кого-то, к примеру. Это может означать дополнительный доход. Вы будете искать его. Или носом новые способы какого-то заработка. Другой стороны, вы будете искать тот вариант, когда вы, возможно, кому-то скажете нет. Как это сделать? Вы и сами, мои дорогие тельцы, в этот период понимаете, что девятка пентаклей. Да, деньги есть. Но если я их неправильно потрачу, как будто денег нет. Поэтому можете где-то включить режим экономии. И вот как раз эта тройка мечей может проиграться, что вы на выборе. Может быть, кто-то вашей помощи попросит, а вы будете анализировать. Но девятка пентаклей, она говорит о том, что деньги, есть деньги будут. У кого-то могут задерживаться деньги. Не расстраивайтесь, значит, деньги к вам все равно придут. Поэтому просто быть внимательнее с финансами на этой неделе. Есть причины. В личной жизни королевы пентаклей у вас все равно все под контролем. Вот, видимо, по пажу пентаклей, да, я сказала, мы как готовы учиться. Это не буквально за парту сели, а когда мы понимаем, что, да, вокруг нас какие-то турбулентности происходят, и мы еще не можем отстроить какую-то свою логическую цепочку наших действий. И поэтому мы учимся, смотрим, наблюдаем, анализируем и только потом действуем. По королеве пентаклей вы все контролируете, мои дорогие. Это та, которая из хаоса умеет создать порядок, создать из руин, кстати, райский сад. Для вас нет ничего невозможного, но организация жизни, она как-то будет меняться. Давайте карту совет откроем. Могут быть периоды сожаления. Сожаления именно о том, куда вы потратили время, куда вы потратили финансы, что-то вы упустили. Но это та карта, когда мы боимся глаза открыть. Может быть, основная задача в том и состоит, что мы должны принять, что сложилась конкретная реальность. Мы тут не можем прокрастинировать и не можем закрывать на какую-то тему глаза. Иначе мы неправильно оценим обстановку. А у вас два серьезных аркана. Клесница – это всегда что-то продолжит развиваться. Это перемены. Хотим мы этого или нет? Они будут. Но если мы выходим навстречу и видим эти перемены, тогда мы с этим более ясно взаимодействуем. А если мы закрыли глаза, так мы словно в своем мире каком-то находимся, в мире выдуманном. Мы представляем что-то, но не видим, что вокруг. Давайте еще карта совет, что это означает. Будьте жаденными и никуда не спешите. Все сохраняйте, правда. Сохраняйте себя. Стройте планы на будущее. Ищите какую-то информацию. Никому не говорите ни да, ни нет вот на этой неделе. Или, по крайней мере, заручившись только поддержкой или каким-то математическим просчетом. Или как в отношении вас работает закон. Чего это может касаться? Еще одна четверка. Ну, правда, период паузы. И это мы ведь смотрим как совет. Нет, он закончится. Но пока нужно набраться терпения и для себя какой-то план, как направление вам на этой неделе уже взять и быть готовым корректировать его. Потому что еще время активных действий не пришло. Но как-то так. Обратите на себя, мои дорогие тельцы. И будьте счастливы. Будьте любимы всегда.